Недалеко от дороги стояло засохшее дерево. Однажды ночью мимо проходил вор. Он увидел Вдалеке силуэт и подумал, что это полицейский стоит возле дороги. Вор испугался и убежал. Следующим вечером по той дороге проходил влюбленный человек. Он еще издали заприметил Изящный силуэт и подумал, что там любимая уже давно его поджидает. От этого его сердце радостно Забилось, влюбленно улыбнулся и ускорил шаг. В другой раз мимо дерева проходила мать с ребенком. Малыш, напуганный страшными сказками, подумал, что возле дороги привидение, и громко расплакался. Но дерево всегда оставалось только деревом. Друзья, давайте будем помнить, что мир вокруг нас. Это отражение нас самих. Мы во всем видим то, что хотим увидеть, либо видим то, чего боимся. Ехал однажды магнат в роскошной карете, которую везла шестерка породистых лошадей, купленных в разных странах. Карета завязла в трясине, и сколько кучер не стегал лошадей, они не могли сдвинуться с места. Но тут появился крестьянин на телеге, которую везла пара лошадок, и с легкостью проехал через ту самую трясину. Магнат изумился и спросил крестьянина, «В чем сила твоих лошадей?» И тот сказал ему, «Ваши лошади хоть и сильны в отдельности, но все разной породы, и нет между ними никакой связи. Каждая считает себя породистее другой и клонит в свою сторону. Стегнешь одну, а другая этому только радуется. А у меня лошадки простые, одной масти. Кобыла со своим жеребенком. Чуть пригрозишь кнутом одной из них, так другая все силы прикладывает, чтобы помочь той, что рядом. Так случилось. Один человек оказался в открытом океане и начал тонуть. Подплывает к нему лодка. Кричат, «Вам помочь?» Человек кричит в ответ, «Нет, спасибо, Бог поможет!» Лодка уплывает, и через время подплывает яхта. И вновь вопрос, «Вам помочь?» И вновь ответ, «Бог поможет!» В конце концов человек тонет, попадает на небо, видит Бога и спрашивает, «Господи, почему ты меня не спас?» И Бог ему отвечает, «О человек, дважды я пытался помочь тебе. Первый раз я отправил к тебе лодку, а второй раз отправил яхту». Друзья, зачастую Бог предлагает решение нашей проблемы с помощью случайных людей. «Главное — понять и принять эту помощь». Однажды ветер встретил прекрасный цветок и влюбился в него. Пока он нежно ласкал цветок, тот отвечал ему еще большей любовью, выраженной в цвете и аромате. Но ветру показалось мало этого, и он решил, «Если я дам цветку всю мощь и силу, то тот одарит меня чем-то еще большим». И он дохнул на цветок мощным дыханием своей любви. Но цветок не вынес бурной страсти и сломался. Ветер попытался поднять его и оживить, но не смог. Тогда он утих и задышал на цветок нежным дыханием любви. Но тот увядал на глазах. Закричал тогда ветер, «Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломался. Видно, не было в тебе сильной любви ко мне, а значит, ты не любил». Но цветок ничего не ответил, он умер. Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряют любовь, а нежностью и трепетным отношением. «Лучше десять раз сдержаться, чем один раз сломать». Один человек, измученный бесконечными неудачами, поклялся, что если несчастье оставят его, он продаст свой дом и раздаст все деньги, которые получит за него нищим. Через некоторое время судьба стала милостивой к нему, и он вспомнил о своей клятве. Но ему не хотелось терять так много денег. И тогда он придумал выход из положения. Он объявил, что продает свой дом, но с кошкой в придачу. За дом он просил одну серебряную монету, а за кошку десять тысяч. Вскоре пришел покупатель и купил дом и кошку. Одну монету, полученную за дом, человек отдал беднякам, а десять тысяч, вырученных за кошку, оставил себе. Многие люди мыслят так же, как этот человек. Они решают следовать какому-нибудь учению, но свою связь с ним истолковывают так, как им выгодно. Уже больше тридцати лет нищий сидел на обочине дороги. Однажды мимо проходил странник. «Подайте несколько монет», – прошамкал нищий беззубым ртом, механически протянув ему старую шапку. «Мне нечего тебе дать», – ответил странник, а затем спросил, «На чем это ты сидишь?» «Да так, ни на чем», – ответил нищий. «Это просто старый ящик. Я сижу на нем столько, сколько себя помню». А внутрь когда-нибудь заглядывал, поинтересовался странник. «Нет», – сказал нищий. «Какой смысл? Там же ничего нет». «А ты загляни», – настаивал странник. Нищий принялся поднимать крышку. С огромным удивлением и восторгом, не веря собственным глазам, он увидел, что ящик был полон золота. «Я и есть тот самый странник, у которого нет ничего, что он мог бы тебе дать, который предлагает тебе заглянуть внутрь. Но не внутрь какого-то ящика, как в этой притче, а гораздо глубже, внутрь самого себя». С вами был канал Притчи и Рассказы. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok